всем привет у нас сегодня 30 мая на улице попрохладнило у нас сегодня хотела на такую тему поговорить мне поступил вопрос тут от зрительницы спрашивает какими преми какие премиксы я использую и вообще стоит ли их использовать вот и хотела поговорить на тему премиксов но для кур естественно премиксы для кур хотела на эту тему поговорить ну насчет стоит или не стоит я не могу давать советы я могу рассказать за себя какое мнение у меня почему у меня такое мнение как-то объяснить и сказать что делаю я значит когда я начинала заниматься курами конечно я посмотрела почитала и я использовала эти добавки которые называются премиксы вообще что такое премиксы премиксы это витаминно-минеральные стимулирующие добавки которые позволяют курице поддерживать но жизненный баланс то позволяют увеличивать яйценоскость ну витаминные добавки из добавку с добавлениями там пребиотиков и так далее вот значит когда я начинала заниматься курами как я уже сказала я конечно все это прочитала посмотрела а хотелось яйценоскость мне как бы хорошую я давала стала давать премиксы начала я давать рябушку ну самый распространенный мне кажется рябушка почитала отзывы в принципе отзывы неплохие я его стала давать я его подавала где-то наверное месяца два но он меня что-то не очень впечатлил вот и я стала пробовать разные другие премиксы вот и и нашла такой премикс под названием филуцен вот филуцен я он меня в принципе устроил куры принципе неслись неплохо вот или значит его я давала филуцен на протяжении всего этого времени и перестала давать осенью 21 года то есть вот еще года нет как я не пользуюсь премиксами вообще никакими после филуцена я попробовала по-моему здравурни сушка тоже вроде такие отзывы были восторжен но тоже у меня не особо впечатлил и по переписывавшись посоветовавшись другими птицеводниками кто чего говорит я вообще отказалась от использования премиксов но это не значит что у меня птицы не получают витамины конечно витамины я им даю я просто хочу показать что я конкретно им даю для начала я хочу сказать почему я перестала давать премикс значит пользовалась же я филуценом все вроде бы было хорошо он меня устраивал но прошлом году или может быть двадцатом году до в двадцатом году скорее всего у них произошел ребрендинг как я понимаю изменилась упаковка и я думала это просто упаковка изменилась но как оказалось изменился и состав я там не сравнивала конечно врать не буду может быть даже и на бумаге то и ничего и не изменилось на на упаковке если сравнить но когда открываешь новую упаковку нет того запаха витаминов который был когда открывали упаковку прежнюю вот прежняя упаковка прямо при открытии чувствовался запах витаминов не было как бы даже вопросов не возникало что это витамины а это ухты 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 вот молодцы а этот новый значит он больше мне напоминает как смесь мела с каким-то ну там мне кажется больше минералов стало чем витаминов вот как вот и соответственно куры тоже же не дураки они соответственно и реагировали никак в общем поэтому значит я решила перейти на непосредственно витамины вот еще знаете такой моментик есть что вот тут представьте даешь премикс на по заверениям но не буду называть название этого премикса будут твои куры есть корм с этим премиксом и у них будет яркий желток вот как бы вопросов никаких не возникает у вас у меня прямо сразу возникает вопрос что там такое добавляет что у них будет вдруг яркий желток у меня сразу какой то вопрос да я такого желтка не хочу яркого тогда пусть он у меня будет яркий от того что они траву едят они от того что они съели премикс непонятно с какой добавкой что стал желток у них яркий Значит, ну, какие витамины я стала давать? Значит, так вот у меня шкафчик такой. Тут у меня все мои прибамбасики. Сейчас я покажу. Значит, вот я взяла. Вот есть вот такой мультивит и минералы. Значит, здесь это жирорастворимый комплекс. Тут вот, видите, есть 7 от коров до свиней, овец, собак и птицы. Вот. Видно, не видно. Ну, короче, здесь основные витамины жирорастворимые. То есть А, Е, Д, витамины группы В, Депантенол, всякие минералы, цинк, марганец, медь, холин, метионин, кстати, очень полезен. Вот. Я вот так вот прокалываю. Шприцом на 10 кур нужен 1 мл. Ну, я беру где-то полтора шприца. Вот. Если вы посмотрите ролик, как я готовлю корм, да, у меня есть, я ссылочку оставлю внизу. Значит, то я в жидкую часть корма добавляю вот немножко масла растительного. Масло у меня растительное, не рафинированное. Немножко, буквально, может быть, столовую ложку или полторы. И потом туда наливаю вот эти витамины шприцом. Всё размешала и дальше замешиваю, как было. Значит, это я даю иногда. Также у меня есть, вот я, значит, беру на развес такой витамин, написала под себя ГМВ, это ганаминовид называется. Ганаминовид. Я напишу ещё буквами. То есть я беру его на развес, потому что большая пачка дорого стоит. Я покупаю по 100 грамм, 100 грамм примерно стоит, по-моему, рублей 150. Но мне этих 100 грамм хватает, я не знаю, месяца на 2 точно, а то и на 3. То есть он такой меленький порошочек. Так, как тут его открыть-то? Вот, смотрите, как бы не рассыпать. Одной рукой неудобно. Вот, видите, такой меленький порошочек. Я зачерпываю буквально половину, вот она у меня в этом витамине, половину чайной ложки этого витамина. То есть его, если в воду питьевую добавлять, его нужно 1 грамм на литр воды. Ну, 1 грамм, это понимаете, да, это как бы вообще не о чём. Но так как я даю не в воду, а в корм, ну, то я даю где-то половину чайной ложки. Ну, и также в жидкую часть, в воду я добавляю этот витамин, размешиваю. Водичка тёпленькая всегда, как у меня, вы знаете. И всё остальное дальше по, как говорится, рецептуре, по своей я делаю. Ну, что я могу сказать? Отлично. Куры у меня отозвались на это. Вот пока я его использую, пока я его менять не собираюсь. Ганаминовид, я не знаю, это, по-моему, немецкий, что ли, витамин. Ну, не знаю. Ну, пока у меня есть возможность его брать. Но мне кажется, он в более-менее ветеринарных каких-то там магазинах или кормовых базах, мне кажется, его можно достать. Это как бы пока ещё не дефицитно, сколько я знаю. В общем, вот я его даю. И меня всё отлично устраивает. Значит, по крайней мере, я знаю, что там никаких стимуляторов нет. Чисто витамины, минералы. Но там очень большой список. Я смотрела эту инструкцию по нему. Там очень большой список витаминов. То есть там прям комплексное. Почему я должна давать какой-то премикс, которого тем более, вот я как говорила, по филуцену, да, там изменилась дозировка даже. То есть если я раньше старый филуцен давала одну столовую ложку с горкой на рацион, то в последнее время там нужно бы стало две ложки с горкой. И толку всё равно никакого нет. А здесь я пол чайной ложечки даю, и отличный результат. Вот, поэтому я, моё личное мнение, что для меня смысла в использовании премиксов нет. Конечно, может быть, есть какие-то другие премиксы, но, скорее всего, они более дорогие и их, скорее всего, как бы, профессионально используют. Да, я как бы не являюсь таким этим профессионалом, шибко крутым. То есть я, то, что у меня, как говорится, на что у меня хватает знаний и денег, я вот это использую. Ну и эффект, конечно, эффект я вижу. Поэтому, ну, всю зиму, вот мы, считай, прожили всю зиму. У меня эти куры несли всю зиму неплохо. То есть я говорю, что я ещё яйцами приторговываю, когда у меня излишек есть. Поэтому вот такой вот мой ответ на вопрос, пользуюсь ли я премиксами. Как я уже говорила, по-моему, в ролике про доминантов, я планирую ещё выпустить, ещё раз сделать ролик по тому, как я делаю корм. Ну, я не знаю, когда у меня это получится. Но я планирую, да, планирую показать, какие у меня там новшества, какие изменения. Но суть всё равно остаётся та же. Я его, как делала примерно в такой последовательности, так я его и делаю. Вот. Ну, кому было интересно, ставьте лайк мне. Я весьма буду благодарна. Подписывайтесь на меня. Задавайте вопросы. Мне очень приятно, когда мне задают вопросы. Я на них стараюсь быстро отвечать. Ну, а сейчас всем пока. Задавайте вопросы.